Всем привет, друзья! С вами Неломок. Мы сегодня играем в Рублокс, мы играем в симулятор пчеловода, и возможно у вас появился вопрос, почему так давно не было серий по этому режиму. Да дело в том, что просто мы слишком долго набирали с вами 200 лайков. А я говорил, что как можно быстрее, если мы набираем 200 лайков, тогда я сразу записываю следующую серию. Также это будет действовать именно на этот ролик. Если мы тут быстренько-быстренько насобираем 200 лайков, тогда я запишу сразу же на следующий день новую серию. Итак, давайте же теперь перейдем собственно к самой игре и посмотрим, что мы сегодня будем делать. Если глянуть сюда справа, наверх, у меня 1 миллион, ой, да, миллион четыреста у меня насобиралось меда. И это означает, что мы сможем почти что? Почти насобирали себе на новый инструмент. Но, я уже сегодня подготовился, и сегодня будет необычный ролик. Смотрите-ка, я вчера сел вечером, попроходил почти все квесты. То есть, осталось буквально на каждом квесте понемножко. То есть, я, в принципе, могу сейчас эти все квесты завершить, и мы уже точно с вами переберемся на нужную отметку с медом. Итак, первый квест мы уже тут можем сдать вот этому мишке. И посмотрим, что нам нам да сразу же. Так, он дал мне сразу 100 тысяч. 100 тысяч мне дал, пожалуйста, медика. То есть, теперь я могу спокойно взять у него следующий квест. Так, и это будет у нас пенэйпл, это у нас ананасы и редполлин. И красную пыльцу надо собирать. Великолепно. Теперь нам нужно отправиться на пенэпл паст, там немножко дособирать, и мы сможем тогда выполнить новый квест. Но перед тем, как я туда отправлюсь, я хочу подойти к этой бочке желтой и класть на нее. Я зашел в группу этого разработчика, и теперь мне дают каждый час по бонусу. Так, многие постоянно мне спрашивают, а как же, а как же, а как же зайти в группу разработчиков? Ну, если вы заходите на этот мод, на сайте Роблокса, там в описании внизу есть ссылка. Разработчик же же ее оставил там внизу. Поэтому, просто нужно перейти и нажать на Join. Так, что у нас тут? Тут у нас... Ага, паук на нас охотится. У нас, кажется, был квест на паука. Сейчас мы тут и посмотрим. Ой, что-то меня так кусает паук больно. Паук, ты что такой бойкий? Бойкий паучара. Все, победили его. Что у нас по паукам здесь? Кажется, мне тут был квест. Да, спайдерс 3, видите, победили. Белая пыльца, белая пыльца, белая пыльца. Ага, есть у меня тут квесты на белую пыльцу. Мне тут нужно насобирать белые пыльцы 125 тысяч. Сейчас мы тут тоже это доковыряем дело быстро. И после этого мы отправляемся с вами на поле с ананасами. Там тоже нам осталось немножко допроходить. Чуть-чуть. Что у нас тут? Что у нас тут? Тут у нас уже, вон, 24 почти тысячи. И осталось всего 1 тысяча. Это будет недолго. Мы здесь быстренько все-все подсобираем, подсобираем, подсобираем. Так, собрал. Так, 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 так. Смотрим, что у нас там, что у нас там, что у нас там. А у нас там уже все. 125 тысяч мы насобирали. Значит, с этим квестом почти мы все завершили. Только мне не хватает, получается, мне не хватает одного типа пчелки. То есть мне нужно как-то исследовать новую пчелку. Мне не хотелось бы брать и переделывать ту пчелку, которая у меня уже есть. Мне больше хотелось бы купить новую себе пчелку на самом деле. Так, ну, в принципе, сейчас я могу отправиться сюда туда, да, это дело, да, добывать. Но мне больше интересно сейчас посмотреть. Я ведь могу уже себе купить новый инструмент. Что это у нас будет? Что это у нас будет? А это у нас будет, пожалуйста. Это у нас будет такая вот палочка. Я спокойно себе ее могу позволить купить. Все, все деньги потрачены. И смотрите-ка, у меня осталось всего 20 тысяч. Зато я купил себе вот такую палочку. Эта палочка называется, называется, называется Хоней Диппер. Короче, копалка для, копалка для меда. Хорошо. Теперь моя задача здесь добывать немного. Тут сейчас будем воевать. И заодно посмотреть, как эта штука будет добывать. Так, какая у нее площадь добывания? Я пока не совсем понял, хорошая ли это вещь или нехорошая. Так, ну что-то она тут добывает. Что-то тут добывает. Я пока еще не определился, как, насколько эта штуковина хороша. И хороша она ли вообще. Так, ну раз она следующая идет у нас, то, наверное, она крутая. Так. Какой у нее радиус добычи? Я пока не могу понять. Надо, короче, остановиться на одном месте и постоянно добывать. И тогда мы увидим, какой у нее радиус добычи. Видите, какой у него? Сколько она сразу клеточек добывает. То есть ты стоишь на одном месте, и тебе, по идее, не нужно бегать. Видите, как она много сразу, какую она здоровенную площадь сразу может добывать. Вот поэтому ее мощь. Она бьет сразу по большому радиусу, по большому такому, типа, кругу. Вот в этом ее и приличной палочке. Понятно, понятно. Все, с этим мы тут завершили, да. Теперь мне, смотрим, смотрим, наш ром. Немножко грибов нужно добывать. Вместе туда к ним тоже спустимся. И потом что? Ага, тут у нас... Это уже новый квест у нас начал понемножку выполняться. Но мы пока над нем не будем заострять свое внимание. Браун Би. О, Браун, это у нас коричневый мишка. И мне кажется, что стоит туда подойти к нему. Сейчас это все дело сдать. То, что у меня накопилось. Мы можем сдать ему новый квест. Слушайте, в принципе, сегодня, если мы сейчас все квесты дадим, я посмотрю, сколько у меня будет мемода. Ага, вот еще мишка какой-то хочет квест, чтобы я ему сдал. Посмотрю, сколько у меня будет мёда. И мы, возможно, себе сегодня приобретем новую пчелку. И сделаем модификацию. И тогда завершим еще один там квест. Так, с этой мишкой мы можем побеседовать. Выполнили квест. Он мне дал какой-то белтбэк. Он мне дал какой-то портфельчик, что ли? По-моему, он мне дал какой-то модификатор. А как мне его применить? Или он сразу автоматически ко мне применяется? Скорее всего, сразу автоматом ко мне применяется. Белтбэк и хелмет. Да, он мне дал модификатор. Я там за собой закрываю, но он мне дает мне плюс 15 тысяч контейнер спейс. То есть у меня теперь больше добавляется в контейнер. Видите? У меня было 100 тысяч, стало плюс 15 тысяч. Потом конвершн рейт плюс 50 процентов. И один критический удар, короче, у меня будет добавлен. Хорошо, и взяли у него новое задание. Так, а что же тут новое задание? Какое новое задание? Пока я не понял. Это, наверное, фокус токен, кактус филд и спайдера. Опять мне нужно уничтожить три штучки. Ну, хорошо, хорошо. Будем ждать этих пауков. Вы знаете, что пауки появляются довольно нечасто. Они появляются каждые полчаса. И поэтому пауков, наверное, здесь сложнее всего. Сложнее всего ловить и уничтожать. Хорошо, теперь мы идем к этому мишке, коричневому. Тоже ему сдаем квест. Смотрим, что мы получим за это все дело. Так, мне кажется, дал желейку, да? Да, у меня 17 желейку уже, да, мои господа. Семь надо цать. Это очень много, очень много. Так, ну, в принципе, возможно, я и делаю не какую-то глупость. Я жадничаю, да? Но мне кажется, что все-таки мы на правильном пути. И мы должны действовать так, как я и действую. Лучше насобираем денежек попозже. И купим себе пчелку. И будем эти желейки экономить. На черный день, так сказать. Сейчас я вижу, что у меня есть еще... А я взял у него задание? Или нельзя больше брать? Видимо, больше нельзя у него брать задание. Так, 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 так. Сейчас я еще это все просмотрю. Чтобы я уже был уверен в этом на 100%. Что следующее мы будем делать? У меня есть задание со скорпионами. Мне еще их осталось. Два скорпиона, получается, уничтожить. Вот сейчас мы к этим скорпионам и отправимся. Они живут у нас на поле с розами. И поэтому мне стоит просто-напросто к ним прийти. И там познакомиться с ними, побеседовать. Рассказать им, кто тут папочка. И все. И потом уже мы, получается, выполним еще одно задание. Кто мне давал только задание со скорпионами? Я, честно говоря, не помню. Будем искать, который Мишка мне его дал. Так, что у нас тут? Паучок. Мы тут с ним боролись. Тут мне никого бить не нужно. Бежим туда. А я пока что вот, с вашего позволения, серпну кофейку. Утренний кофе, дамы и господа. Утренний кофе. Всем, кстати, доброе утро. Хорошего вам дня. Настроение. Кому-то оценок в институте. Кому-то оценок в школе. Кому-то успехов в садике. Всем успехов, короче, желаю. Так, бежим. Бежим, значит, на это поле. И сейчас мы, получается, должны встретиться, собственно, с этими скорпионами. Тут они нас уже ждут. Ждут вовсю. Вот эти два скорпиончика. Мы сейчас с ними быстренько тут справимся. Я так подозреваю. Так. Моя тактика такая. Не надо давать им убежать от меня. Как только они пытаются убежать, снова подходишь на поле. И они таким образом не убегают. Все. Со скорпионами мы справились. И теперь мне нужно отправиться на поле, получается, какое? На поле с грибами. Мы сейчас заполним... А, полярного мишки мы к вам сейчас пройдем. А вы в курсе, что полярный мишка один из самых щедрых сейчас медвежонков? Он постоянно мне хорошо помогал. И надеюсь, что сейчас тоже поможет. И даст хорошую... Хорошую выручку мне даст. С этого всего дела. Ну, я ему уже помог очень хорошо. И он за это мне должен хорошо отблагодарить. Так, пока что мы здесь добываем. Добываем, добываем, добываем. Нам нужно 160 тысяч. Немножко тут осталось. Вот уже 159. Еще одна тысяча. И мы завершили с этим полем. Грибным полем. Здесь было сложнее всего мне добывать, кстати. Так, все. С этим квестом мы тоже завершили. И я вижу уже, что вот тут он, медвежонок, меня ждет. Я надеюсь, что... Ох, сейчас, знаете, как это тут бывает. Иногда в эту пушку залазишь. Ой, не пушку, а на эту рогатку. И тебя бросает наверху, да, к магазину. А иногда вот сюда забрасывает. Интересно, куда сейчас меня забросят? О, правильно меня забросили. Хорошо. Беседуем с этим медвежонком. Он мне дал 5000. И желейку, по-моему, дал. 18 уже у меня желейок стало. Берем у него новое задание. Так, хорошо. Мантиз какое-то задание. Что-то связанное с мантисами. 20 мантисов мне нужно уничтожить. Это просто невероятно. Это очень много. Хорошо. Надо просто вспомнить, где у нас эти мантисы водятся. И тогда уже будет намного легче. Значит, у нас один тип пчелки не изучен. И вот у нас еще один квест выполненный с полярными мишками. Сейчас мы, собственно, пойдем к ним. К полярным мишкам. И будем, собственно... То есть, к полярному мишке. И будем ему этот квест сдавать. Когда я его сдам, у меня есть в планах оттуда сверху спуститься. И полететь. И долететь вот на эту штуковину. Не знаю, получится ли. Надо попробовать. Потому что еще ни разу не пробовал. И, возможно, я там еще одну желейку достану. Вот. Такие вот у меня планы. Как я буду сюда бежать по дороге? Я тут могу сразу же встретиться, в принципе, с мантисами. И тут с ними немного посражаться. Так, пчелки мои на месте. На месте. Можем бежать к мантисам. У меня квест на 20 мантис. Ой, ну у нас что-то вервульф напал. Это как-то не очень хорошо. У меня нету квеста на вервульфа. Нету. Нету у меня квеста на вервульфа. Вы заметили, что этот вервульф нападает даже... Так, 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 так. Нельзя этих мантисов пускать. Надо, чтобы они не убегали в свои норки под елку. Надо постоянно их держать вот на чеку. Так. Нельзя, чтобы они убежали от нас. Ни в коем случае. Так. Минус одна мантиса. Хорошо. Вторая. Есть. Все. Две уничтожили. И теперь... Вот смотрите-ка. У меня уже тут двоечка стоит. То есть, мне надо таких будет 20 штук уничтожить. Это будет не быстро. Согласен с вами. Согласен. Не быстро. Так. Фокус токен. Вот что за фокус токен? Я пока не знаю. У меня, может быть, вообще пока нет возможности такие токены добывать. Может, у меня нету пчелки, которые такие медальки выпускают, когда она занимается поиском пыльцы. Так. Тут у нас полярный мишка. Берем полярного мишку. Выполним его квест. И что мы получаем? С тысячу меда какую-то силу получаем. И выполнение квеста. Так. Берем новый квест. Что же тут у нас будет? Сто тысяч пен Айпл. Спайдер Филд. И один Вервульф. Но Вервульф сейчас уже не появится. Я только что его уничтожил. К сожалению, этого сейчас уже сделать не получится. Теперь. Ладно. Мы можем пока что собирать пыльцу, а Вервульфу вернуться попозже. И потом, получается, собственно, уже только придем и Вервульфа добьем. И выполним еще одно задание, получается, полярного мишки. Хорошо. Сейчас отсюда как раз я хотел полететь на парашюте. Опа. Ну, не знаю, долечу я отсюда или не долечу. Надеюсь, что долечу. Летим на желейку. Летим, летим, летим. Летим, летим, летим. И вот мы, по-моему, долетели. Ну, на самом деле это реально. Вы заметили, да? Что я мог туда долететь. Просто я что-то парашют вовремя не закрыл. И не получилось. Я, может, чересчур хорошо раскрыл парашют. Ладно. Ничего страшного. Пчелку новую. Ага. Я хотел вернуться на базу. Посмотреть. То есть, к своим этим вот сотам. Посмотреть, сколько стоит новая пчелка. Сколько мне нужно насобирать денег, чтобы приобрести себе новую пчелку. Вот. Это первое. Давайте посмотрим. Мне нужно 400 тысяч. Мне нужно насобирать меда. 400 тысяч, чтобы, получается, я ее наконец-то купил. Но пока что мы просто-напросто сдадим сейчас это вот все делать сюда. А потом уже отправимся выполнять следующее задание. Я думаю, что мы сейчас будем выполнять задание полярного мишки. Все, ребята, я поздавал. Получается, всю свою пыльцу обменял на мед. Заработал немножко денжат. У меня сейчас почти 200 тысяч у меня этого добра меда. Сейчас я отправляюсь на Payne Apple Pass. То есть, на поле с ананасами. То есть, мы будем сразу же задание полярного мишки тут выполнять. И сразу же у меня тут есть задание еще одно касательно вот этого вот. 80 тысяч надо. То есть, потом мы еще красную пыльцу должны добывать. То есть, это будет параллельно у нас выполняться сразу же на этом поле, добыча пыльцы. И если там красные цветы есть, то мы сразу же будем и это задание выполнять тоже. Вот это поле этого задания. Все. На этом поле мы почти закончили. Мне осталось всего лишь... А, все. Мы насобирали. То есть, вот видите, мы 110 тысяч насобирали здесь. Параллельно мы этот квест тоже выполнили. И теперь надо красную пыльцу мне насобирать, чтобы этот квест выполнить. Хорошо. Что мне... Какие у меня мысли появились, пока я тут это дело все собирал? Ну, на самом деле, их было несколько. Во-первых, то, что мне надо насобирать 400 тысяч, это понятно. 450 даже, кажется. Чтобы купить новую пчелку. Но у меня есть пчелки обычные, которые, в принципе, можно было применить желейку. И попытаться сделать из них новый тип пчелки, чтобы у меня выполнился вот этот квест. Но мне этого делать пока что не очень сильно хочется. По той причине, что я бы хотел как можно больше, чтобы у меня пчелок новых было. И я просто стремлюсь к тому, чтобы все-таки обычную пчелку взять и ее модифицировать. Потом и что-то с нее получить с помощью желейки. Мне кажется, это более интересно. Вот. И у меня такой появился еще вопросик. Вот тут можно смотреть, вот в этом разделе. Сейчас я открыл вам слева. Можно в этом разделе смотреть, какие пчелки, значит, у меня открытые. Какие пчелки, у меня есть два типа, каких пчелок. Какая одна. Вот таких, допустим, красных у меня две есть. Вот. Что еще тут можно смотреть? Ага, какие у меня открытые, какие не закрытые, я сказал. Вот. Это, значит, наверное, самые обычные. Серенькие. Потом цветные. Это уже более такие редкие. Потом зеленые. Тоже, видимо, редкие. И тут почти в самом низу есть Бирби, то есть медвежья пчелка. И Фантомби, ее которые можно купить вот в том магазинчике. Но у нас стоит, по-моему, 500 билетиков. Мы будем долго на нее копить. Правда, у меня билетиков пока что только 8 насобиралось. Ну, наверное, еще придется долго. Значит, к чему я веду? Вот мне интересно. Есть ли вероятность вообще того, что если я куплю себе обычную пчелку и сделаю с нее модификацию, то есть с помощью вот этого вот желейки, есть ли вероятность того, что мне попадется вот такая вот медвежья пчелка? Она может, легендарка, выпасти, интересно? Мне кажется, может, но, наверное, шанс очень маленький. Но все-таки, если бы мне она попалась, я был бы очень счастлив. Но ничего, будем надеяться, что она как-нибудь не попадет. А мы тем временем тут выполняем сейчас следующий квест, который у нас касается... Нет. Ага, я не то начал добывать, что ли? Смотрим еще раз. Мне нужно сейчас добывать, добывать, добывать красную пыльцу. Значит, мы сейчас бежим на какое-нибудь красное поле большое и будем сейчас там сосредотачиваться. Мне кажется, что вот здесь будет на клубничном поле, наверное, мне выгоднее всего этим делом всем заниматься. 80 тысяч нужно насобирать. Паука пока что трогать мне не охота, потому что у меня нету заданий. А, нет, есть задание. Или это не на меня нападает? Нет, это не на меня, это не мой паук. Понял. Значит, мы будем сейчас вот здесь 80 тысяч добывать и надеюсь, что это произойдет быстро. Так, ребята, наконец-то с этим полем мы завершили. 80 тысяч, наконец-то, красной пыльцы мы насобирали. И, в принципе, этот квест завершен. Теперь только осталось найти, кто мне этот квест давал. О, на меня паук напал. Так, с пауком мы обязаны расправиться. У меня есть задание на пауков, я это точно помню. Плюс у меня еще есть задание на дебетчу с спайдерфилда пыльцы. То есть, надо этим тоже не пренебрегать. Иногда тут тоже работать. Но пока что у меня, моя задача купить новую пчелку сегодня еще. Я хочу ее приобрести. У меня уже насобиралось 300 тысяч. 300 тысяч, это уже немало, согласитесь. Вот, и мне осталось буквально еще 70 тысяч, и тогда я смогу купить себе новую пчелку. И мы с вами постараемся, ну, как бы, нас мало что зависит. Мы будем надеяться на удачу. Сейчас мы этому медвежонке черному сдаем квест. Вот, я нашел его, кого мы должны ему сдать этот квест. Сдаем, смотрим, что он нам даст. Он нам дал 122 тысячи. 122 тысячи на секунду, это очень много. То есть, мы получаем даже чуть-чуть больше, чем я планировал. Вот, следующий квест он нам дал на синие цветы и Mushroom Field. Ну, и там надо по 100 тысячам собирать. Довольно-таки немало, согласитесь. Хорошо, сейчас в самой волнительной игре в этом ролике. Ой, что я сказал? Самый волнительный момент в этом ролике. Значит, покупаем яичко себе за 400, наконец-то. Новое яйцо, приобрел. У меня появилось Basic Egg. Это самое обычное яичко. Вот, теперь мы берем это яичко и перетягиваем Basic Egg. А куда? Кто-то сюда, в середину? Паускай будет в середине. Хасти Би. Что? Это мне не дали. Это мне не дали обычную пчелку, как обычно. Мне дали сразу какую-то крутую пчелку. Хасти. А у меня такая была уже? А у меня такая уже была. Повторка попалась, да? По-моему, такая у меня уже есть. Так, что у нас здесь? Видите, у меня реально повторка. Мне не очень повезло с этим делом. То есть, мы будем теперь быстрее получать такие ускорители. То есть, вот у меня две есть этих А с Ти Би. И что мне теперь вы предлагаете делать? Рисковать сейчас? У меня много есть, на самом деле, этих жалеек. Давайте что-то рискнем. Будем сейчас... Короче, используем сейчас все желейки. Если что, я потом себе, в принципе, могу докупить желейки. И, кроме того, еще здесь желейка одна есть. Одна вон там желейка, по-моему, меня ждет. Здесь можно еще покупать желейки. Потом будет. Хорошо. Что сейчас я делаю? Смотрю, какие у меня пчелки есть. Есть Basic Bumber Bee. Это то, которое бомбочки. Она считается обычной. Но у меня она одна. А Grave Bee у меня две. Такая с полосочками. Вот таких две. Давайте такую пчелку сейчас мы повторку возьмем и попробуем улучшить. Еще раз. Да. Brave Bee. Опа. Да, мы получили Blue Blue. Так. Remember I played with you in Lamberticunt. Так, это кто мне сказал только что? Этот человечек сказал мне? А, может быть. Хорошо, мы получили Blue синюю пчелку. Такая у меня уже. Тоже такая у меня синяя пчелка есть. Видите, тоже повторка. Ой, что-то мне пока что не везет. Ну, такая одна. Такая одна. Вот таких у меня Bumble Bee. Вот таких Bumble Bee. У меня целых три штуки. Как они выглядят? Вот такие рожицы. Давайте еще раз тогда будем эксперимент ставить. Таких у меня много. Мы получим Бровби. Опять мне Бровби попалось? Ну, у меня же такие уже есть. Ну, что ж мне так не везет? Бровби у меня есть. Еще раз меняем. Эээ, Хасти Би. А Хасти Би у меня уже тоже, по-моему, была. Не попадаются мне никакие редкие пчелки. Видите, у меня тоже Хасти Би есть. Еще давайте. Раскалби. А такая, по-моему, у меня не было еще. Или была? По-моему, была. Вот, есть Хараскалби. Красная пчелка тоже имеется. Не везет, мне не везет. Пока что, ребята, еще экспериментируем. Еще. Бамблби. Ну, что ж такое? Ну, давайте какую-то другую выберем. Вот эту, например. Бамблби. Вот эту. Бумц. Кулби. О, Кулби, по-моему, у меня не было. Нет, тоже была Кулби. А, вот она, Кулби. Тоже есть. Так, какую еще можно поменять? Вот давайте тогда... Ой, я сейчас уже все жилики потрачу. Вот эту давайте, нижнюю. Попробуем. Бамблби. Ну, таких тоже у меня Бамблби хватает в хозяйстве. Так. Раскалби. Видите, они повторяются те же самые. Безобразие. Мне, конечно, это все огорчает. Я столько жалею. Хасти Би. Таких тоже у меня полно. Хасти Би этих. Бамблби. Видите, они все те же самые мне выпадают. Все одинаковые. Новые не хотят попадаться. Вот что ж. Тогда сейчас я просто беру, упираюсь рогом и трачу все свои жилейки для того, чтобы получить все-таки какую-то... О, Лукер Би. Нью тайп дескавер. Наконец-то. И она редкая считается. Кнездо у меня появилась какая-то новая пчелка. И теперь у меня это задание тоже выполнилось. То есть вот, благодаря моим усердиям, моим стараниям у меня появилась новый тип пчелки. И теперь мне нужно только вернуться к этому медвежонку, получается, и, собственно, доложить ему, что я выполнил все твои поручения. Все я сделал, давай мне своди свой мед и что-нибудь еще. Я очень сильно надеюсь на то, что он мне даст, короче, яичко. Ну, посмотрим. Так, я почти к нему добрался. Но мне хочется еще глянуть, сколько стоит следующий такой вот, такой улей. Сейчас мы это с вами посмотрим. Он стоит миллион двести пятьдесят. Я думаю, что в следующей серии мы уже будем ставить себе цель именно эту бочку себе получить. Такой улей. А теперь мы лезем, получается, наверх. Выполняем квест, ребята. И будем, наверное, завершать эту серию. Всем хочу поблагодарить. Всех-всех-всех хочу поблагодарить за то, что вы смотрели меня. За то, что вы поставили лайк. И за то, что вы ждете и новую серию про пчеловода. Так, сдаем. Да, я все добыл, все сделал. Что он мне дал? Он мне дал просто-напросто очень... 173 тысячи медика он мне дал. Берем у него новое задание. Что теперь? Что теперь? Что теперь? Что теперь? Что теперь? 16 типов пчелок надо, по-моему, было там изучить. Мне просто интересно. Да. 16 типов пчелок. Потом мне надо 240 тысяч красные пыльцы. Синие пыльцы 240 тысяч. Потом этого клевер надо тоже. Потом буст токена какого-то нужно тоже много. Буст токена. Буст, буст, буст токен. Нужен буст токен. Хорошо, ребята. Спасибо всем за просмотр. В следующей серии мы будем уже, как я сказал, получать новый улей. А на этом, пожалуй, все. Жду ваших комментариев и жажды вашей следующей серии, если вы поняли, про что я. Увидимся. Всем пока-пока.